Друзья, всем привет! Ну что ж, начал моргать у меня диод, смотрите как сильно моргает. В общем, ребят, полтора года назад я ставил вот такие лампочки с цоколем C5W. И сейчас будет небольшой отзыв, так сказать, о них. Первая лампочка у меня перегорела спустя год, это вот эта в центральном плафоне. Но у меня была запасная, я ее заменил, она до сих пор работает. И вот спустя полтора года у меня еще одна лампочка начала подмигивать, так сказать. И решил я эту лампочку заменить. Смотрите, ребят, также многие в комментариях писали, жаловались, что после установки этой лампочки у многих перегорает предохранитель. Например, на Kia Rio это предохранитель, который отвечает за подсветку, за панель приборов. Смотрите, почему это происходит. Я думаю, что, скорее всего, вот этот радиатор у нас токопроводный. И когда вы ставите лампочку, вы просто замыкаете контакты этим радиатором, и поэтому у вас перегорает предохранитель. На Ladi Granite также мне писали, что перегорал у кого-то. То есть дело не в самой лампочке, дело в том, что вы просто ее криво ставите, и у вас замыкаются контакты, поэтому перегорает. Давайте посмотрим, что же стало с этой лампочкой, и заменим ее сразу на другую. Итак, смотрите, вот она моргает, осталось только два диодика, остальные уже потухли. Давайте мы ее вытащим сразу. Надо взять инструмент, ребят, секунду. Вот она сама лампочка, с виду она целая, но начала моргать. В общем, хватило ее на полтора года. Смотрите, ребят, в этот раз я буду ставить вот такие лампочки. Приходят они вот так вот модулем, просто отламываются. Здесь у нас также 12 диодов, но нету резистора, поэтому я не знаю, честно, насколько их хватит. Но зато, ребят, здесь за счет того, что нету вот этого радиатора, точнее, вы никакие контакты не замкнете, и у вас ничего не перегорит. Я ссылочку оставлю на эти лампочки в описании под видео, они стоят вообще копейки. Так что если вы боитесь, что у вас радиатор что-то замкнет и сгорит, попробуйте такие лампочки. Сейчас я их поставлю, давайте сразу установим ее. То есть вот мы ее вставляем, нигде ничего у нас не коротнет, не замкнет. Все, ребят, лампочка установлена. Давайте сравним, как она светит. Ничего себе, она даже ярче светит. То есть, смотрите, здесь у нас установлена такая лампочка, здесь такая. Это поярче. А может быть у меня здесь тоже несколько диодов перегорело, давайте проверим. Ну, ребят, так и есть. Смотрите, светит всего 4 диода, если вам видно. То есть из 12 только 4. Давайте ее сразу также заменим. В общем, ребят, вот так светят диоды новые. Вроде бы даже поярче. Задний я оставлю пока старый. Светит он нормально. Ребят, не могу сказать, что рекомендую к покупке, потому что их еще не испытал. Вот эти точно могу порекомендовать. Стоят они копейки и хватило, как я и сказал, на полтора года. Один на год и один вот через полтора года начал моргать. Эти не знаю, надолго ли хватит. Здесь все-таки нет радиатора. Но зато вы ничего не коротнете, ничего не замкнете. Я считаю, что за копеечки можно купить хоть такие, хоть такие. Но стоят они реально малых денег. Так что, ребят, переходите по ссылочке в описании под видео. Заказывайте либо такие диоды, либо такие светодиоды. Оставлю я ссылочки на них. Ну, а если это видео вам понравилось, ребят, обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал, если еще на него не подписаны. Всем удачи, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok